Предложу один стих. Один стих довольно-таки интересный. Мы все его читаем. Это 22 глава книги-притч. Книги-притч и 22 глава. Первый стих из этой главы. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Живем в этом мире и прекрасно понимаем, что у людей этого мира есть свои ценности. То, что они ценят, чем дорожат. Ну, например, любой человек, любой хочет быть богатым. И для этого делает все. Тяжело работает на двух, на трех, овер и там, и так далее. То есть все делает для того, чтобы хотя бы больше иметь. Ну, хотя бы, чтобы не богатым быть, то чтобы больше иметь. Зачастую, чтобы стать богатым, люди не останавливаются ни перед чем, правильно? И избирают любые пути, честные или нечестные. Их не интересует это. Но чтобы стать богатым, обладать большим богатством, и мы знаем богатых людей в этом мире, знаем. На сегодняшний день самым богатым человеком в мире является, нет, не имам и не шейх, и не владелец нефтяных скважин. В Мексике, да, в Мексике, бедной Мексике, самый богатый человек в мире сегодня. Медиамагнат всего лишь владеет медиа-системой, на этом сделал деньги. Люди, чтобы разбогатеть, они сегодня продают оружие, обладают миллионами, они продают наркотики, они людьми торгуют сегодня и за это получают огромнейшие деньги. Их не интересует, гуманно это или нет, как это в Божьих глазах, у них одна цель – обладать большим богатством. Они не думают умирать, они думают жить, жить долго и жить счастливо, и они бы хотели так жить вечно, но не так думает бог. У людей этого мира есть еще одна ценность, которую они очень ценят. Каждый человек хочет быть хоть немножко, но известным. Другими словами, это называется славу иметь в этом мире. И для того, чтобы стать известным, человек тоже идет, идет определенным путем приобретения славы. Друзья, что нужно сделать для того, чтобы стать известным в этом мире, что нужно сделать? Мне кажется, часто нужно сделать что-то из ряда вон выходящее, станешь на весь мир известным. В одно мгновение, в один миг, при сегодняшней системе, технологии, оповещения, станешь известным на весь мир. Или женишься, или разведешься, или выиграешь какую-то лотерею, или получишь Нобелевскую премию, или Оскар, или еще что угодно. Станешь известным на весь мир в одно мгновение. Но вот у Бога другие ценности, чем у этого мира. Если люди ценят золото, ценят серебро, если люди хотят обладать огромным богатством, то Бог говорит, что есть другие ценности, которые выше этого. И лучшее большого богатства серебра и золота – это доброе имя. Вы понимаете, как это дорого в глазах Бога? Лучше всех сокровищ земных, лучше серебра и золота. Бог ценит доброе имя. Друзья, это, заметьте, некрасивое имя Бог ценит. И часто, когда рождается сын или дочь в семью, и родители справочниками интернет, все подключают, они ищут самое красивое имя для своего сына или дочери. Некоторые верующие думают, что если они дадут имя из Библии своему сыну или дочери, этот человек будет обязательно такой, как этот персонаж из Библии. Но, друзья, эти дети иногда вырастают, и мы смотрим, что этот Ной, Самуил или еще кто-нибудь, совсем не Ной и не Самуил. Лучше бы он и этих имен не носил, смотря на поведение и на жизнь этого человека. Поэтому здесь, наверное, верна пословица, что не имя красит человека, а человек красит имя. Недавно на том берегу Америки родители лишили родительских прав по одной причине. За то, что они своим детям дали нацистские имена. Они своему сыну дали имя Адольф Гитлер Кемпебл. И за это их лишили родительских прав. Я думаю, может быть, не только за это, но это было главной причиной суда. Но мог бы вырасти этот Адольф Гитлер, мог бы он вырасти, и мог бы стать христианином и доказать всему миру, что даже нося это имя Адольф Гитлер, этот человек мог бы быть святым, богобоязненным и благочестивым в глазах Бога и людей. Несмотря на то, что когда-то кто-то приклеил ему это имя. Братья и сестры, доброе имя, оно не дается при рождении. Доброе имя, оно приобретается в процессе жизни. Доброе имя – это моя и ваша жизнь. Это мои и ваши слова и поступки. Это доброе наше имя. Доброе имя – это моя и ваша репутация. Доброе имя – это то, что идет или тянется за мной и вами. Доброе имя – это наша слава или наша бесславия. И так хотелось бы, чтобы каждый из нас обладал этим добрым именем. у нас есть одно общее с вами имя. Одно. Это имя нашего учителя, которое мы носим на себе. Это имя, которое выше стоит в этом мире любого человеческого имени. Нет, это не Христос. Нет. Это имя – христианин. Это самое почетное имя, которое мы можем носить в этом мире как люди. И этим именем Бог дал нам право всем называться. Бог дал нам право носить это имя. Это доброе имя. Имя христианина. Но чтобы подтверждать это имя, и подтвердить это имя, для этого требуется вся жизнь. Но для того, чтобы потерять это имя, достаточно одного мгновения. Есть очень много желающих в этом мире опорочить это имя, доброе имя, которое дал нам Бог. Носить это имя в этой жизни. И методы остались старые. Почему? Потому что хозяин этих методов он один, тот же. И для того, чтобы опорочить доброе имя христианина, сатана пользуется старой, старой методикой своей. У него она одна на все века. это ложь и клевета. И для того, чтобы опорочить доброе имя христианина, он пользуется сегодня этой же системой. Однажды, помните, разговор у него был с Богом. Вторая глава книги Иова, третий текст, и сказал Господь Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Запомните, братья и сестры, что сказал Бог об этом человеке. Это Божья оценка была человека, который ходил пред его лицом. Он носил. Это прекрасное имя. Он обладал добрым именем. Этой репутацией дорожил. И вдруг предстал сатана пред Богом и начал невинно поливать грязью этого человека, праведного, богобоязненного и удаляющегося от зла. Вот он делает всегда. И когда мы откроем книгу Откровения, посмотрите, какое торжество наступает в истории в эпохе Вселенной. 12 глава. Десятый текст. И услышал громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Вот что делает он. Он наговаривает Богу на святых его детей. И этот метод не меняется, потому что сущность его не меняется. Братья и сестры, все мы прекрасно знаем, что за нами наблюдают. Нет, не наблюдают только за нами эти камеры, нет. Знаете, сегодня, что очень много камер стоит везде, и хочу вас обрадовать, что их завтра еще будет больше. И в Англии самое большое количество камер на одного человека, шесть. Шесть камер на одного человека. Едете по фривей, за вами смотрят, заедете в сабдивижн, скоро тоже будут за вами смотреть, здесь в церкви тоже за вами смотрят, в семье за вами смотрят, в магазине за вами смотрят, везде за нами смотрят, но это люди смотрят. Кроме физического мира, в котором мы живем, существует духовный мир, за нами Бог смотрит, за нами ангелы смотрят, за нами дьявол смотрит, и то, что происходит в духовном мире, мы не знаем, но мы часто видим, часто видим, что за нами наблюдают и смотрят. Нас это не пугает, потому что если мы люди святые, непорочные, удаляющиеся от зла, нам нечего бояться. Если мы люди честные и открытые, нам нечего бояться. Мы ходим пред Богом. Поэтому, братья и сестры, за нами наблюдают. Я вспоминаю, помните, когда пришел ко Христу, друзья одного человека пришли. Вот если посмотреть Евангелие Луки, скажем, 7 глава, здесь сказано так. Когда он окончил слова свои к слушавшему народу, то вошел к Каперному, одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышал об Иисусе, он послал к нему и детских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Заметьте оценка постороннего человека, который пришел в эту страну как завоеватель. Но в сердце у него была любовь к этому народу, и он построил синагогу. И люди это видели. Этот чужестранец, этот завоеватель, но у него сердце хорошее, у него доброе имя, и он достоин. Вот это оценка была людей. Он достоин. Вспомни только город Санам. В этом городе жила одна семья. Кстати, богатая семья. Состоятельная семья. И вот каждый раз, когда в этом городе появлялся человек по имени Елисей, эта семья наблюдательная была семья. Они наблюдали за этим человеком, за человеком Божиим. И вот жена однажды говорит своему мужу. Слушай, муж, вот человек, который постоянно мимо нас проходит, он святой. Она наблюдала за ним. Она сделала вывод, наверное, из его поведения, из его слов, из его одежды, из его походки, из его жизни, что этот человек, который мимо них постоянно проходит, заметьте, проходит святой. Друзья, люди этого мира, когда мы проходим мимо них, они могут сделать вывод, что мимо них прошел святой. А может быть, мимо них прошел такой же, как и они. Хотя носит на себе это имя. Друзья мои, когда Никодим пришел ко Христу, он ему сказал несколько слов. Учитель, мы знаем. Мы знаем, что ты пришедший от Бога. Мы за тобой наблюдаем. Мы смотрим и делаем выводы. Мы смотрим за тобой, мы наблюдаем. Братья и сестры, мы наблюдаем и за нами наблюдают. И мы формируем определенное мнение, определенную репутацию, определенное имя, которое мы должны подтверждать своей жизнью. Как на практике. Всего несколько слов. Знаете, так хотелось бы, чтобы люди видели. Вот, например, жена, у которой неверующий муж. Вот жена, у которой неверующий муж. Я не знаю ситуации часто, и мы не знаем, правда? Ну, вот что говорит Писание? Вот, например, когда мы откроем послание Петра, третью главу, второй стих. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Что увидят, братья и сестры? Увидят мужья. Увидят чистое, богобоязненное житие. Знаю, к сожалению, некоторые семьи, что мужья не каются лишь по одной причине, что там есть верующая жена. Жена, которая жизнью своей должна была привести мужа ко Христу. Но муж не кается до сих пор, потому что там такая верующая жена. Я не говорю это о всех, нет. Я просто знаю эти случаи. Лично. Это хотелось бы, чтобы когда люди смотрят на нас, они видели, что мы не просто носим это имя, как ярлык, но что это имя христиан. Мы доказываем каждый день своей жизни. Братья и сестры, когда люди скажут о моем имени, что они скажут? Доброе оно или нет? Хорошо, если к нам можно будет присоединить святой, богобоязненный, удаляющийся от зла, честный, верный и так далее. Но могут быть другие имена, которые мы нарабатываем в процессе жизни. Дети, вы сейчас слушаете все это. Я просто хотел бы пожелать вам, начинайте строить это имя от самого начала. Сейчас уже. Знаете, потому что когда вы выходите, о вас тоже говорят. И начинают по фамилии говорить. Это такой, это такой, это такой. И уже, и уже есть определенная, конкретная, сформировавшаяся иногда позиция. Это такая, а это такой, а это такой. Например. Знают, ага, этот человек смотрит на него, этот человек скандалист. Постоянно скандалит с кем-то. Постоянно его что-то не устраивает. Постоянно у него разборки с кем-то. А этот конфликтник ищет всегда найти причину, чтобы завязать какую-то проблему или ссору. А этот человек, с ним лучше не сообщаться. Почему? Сплетник. Вот там стоит в уголку, еще подобных себе, находит по духу сразу, а не чувствует на расстоянии друг друга. Ох, чувствует. Откуда угодно, с Преамурия, Забайкалия и где угодно, с Украины, чувствует в духе друг друга. И объединяется. И вот имя несут за собой такое. С этим человеком не общайся. Почему? Лучше держись подальше. Это тоже имя. Но вот апостол Петр замечал, что иногда мы можем опускать это имя, порочить его какими-то определенными действиями. Он говорит, если ты за имя Христа носишь в этой жизни поругание, не стыдись. Бога благословляйся за эту участь. Но апостол Петр предупреждает, что есть братья и сестры. Другая сторона, только бы не пострадал кто из вас, как вор. Недавно подходит один брат, говорит, знаешь, вот здесь, на парковке, да, на парковке, забыл закрыть машину, остались телефоны в машине, пришел в собрание. У кого-то оказались липкие руки. И этот человек наверняка сидит в собрании. И этот человек наверняка слушает Божье Слово. Но руки с клеем. И эти руки потянулись в эту машину. И это имя можно больше не носить. Почему? Потому что ты приобрел имя, вор. Попробуйте отмыться от этого. Попробуйте, попробуйте очиститься от этого. Легко это или нет? Нет. Попробуйте теперь восстановить свою репутацию и сказать, нет, я больше не ворую. Нет, я больше не такой. Я другой, я иначе. Однажды это было в жизни Салла. И вот для того, чтобы доказать, что он больше не Салл, что он Павел, Павел, ему потребовалось огромное время. Для того, чтобы люди потянулись к нему, чтобы люди поверили в то, что это измененный человек, который теперь в синагогах и всенародно опровергает иудеев о том, что? То, что они верят. Понадобилось очень длительное время. Для того, чтобы церковь приняла в Иерусалиме. Братья и сестры, Писание призывает нас к тому, что мы должны пахнуть, что мы должны издавать приятные благоухания. И мы настолько будем его издавать, этот запах, живительный на жизнь для одних и смертоносный для других, на смерть, настолько, насколько мы знаем Христа. Почему? Потому что благоухание, сказанное Павел, говорит Коринфянам, благоухание, познание о себе, мы распространяем на всяком месте. В магазине, в транспорте, в колледже, в школе, на работе, здесь в церкви, на всяком месте. И настолько, насколько мы знаем Христа, настолько мы отображаем его в своей жизни, настолько, я так скажу таким словом, мы им пахнем. Когда я читаю послание Титу, казалось бы, оно нас не касается. Время рабовладельческого строя прошло, Павел писал это рабам. Друзья, ну это мне лично, мне, рабу, лично. И Павел говорит во второй главе, посмотрите, во всем показывает в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Заметьте, рабов увещевают повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они были во всем, были украшением учению Спасителя нашего Бога. Оказывается, братья и сестры, оказывается, мы являемся украшением. Украшением учения Иисуса Христа. И люди, смотря на нас в этом мире, они смотрят, являюсь ли я украшением Бога или нет. Иногда у нас ничего не остается, просто как разукрасить самого себя. просто как разукрасить самого себя, потому что жизни святой-то нет. христианство легкое, поверхностное. И люди, смотря на нас, не могут отличить, это христианин или нет. Друзья, доброе имя, оно лучше большого богатства. Вот как бы я хотел, чтобы мы это имя носили и этим именем дорожили. И это имя созидали на протяжении всей нашей жизни. Есть добрая слава. И когда вы посмотрите на славу этого мира, то вы можете посмотреть, чем иногда славятся политики, артисты, звезды, кумиры. Какая слава у них? И для того, чтобы достичь этой славы, эти люди не брезгуют ничем, как мы сказали об этом вначале. И слава эта становится известным, правильно? Можем ли мы быть известными в этом мире? Можем ли мы приобретать славу? Конечно, можем и должны. Но эта слава не принадлежит нам. Эта слава, она принадлежит Богу. В притче сказано, что благонравная жена что делает? Приобретает славу. Что это за жена? Это жена, у которой благой нрав, добрый нрав. И она становится известной. Известной в округе, известной в семье, среди родных, известной в церкви, где угодно, она становится известной. Но можно быть известным по другим причинам. И эти причины не умалчивает Писание. Например, жена шумливая, необузданная, блудная жена, к примеру, да, глупая, немудрая. Можно быть известной и по такой причине. И это тоже известность. И это тоже слава. Но какая? Кому? Если мы хотим быть известными в этом мире, если мы хотим, то есть путь определенный. Ну, например, когда апостол Павел говорит Тимофею об истинных вдовицах, он говорит ему, что вот истинная вдовица, это та вдовица, которая известна почему. Подобрим делам. Вот как можно получить известность. Делай добрые дела в этом мире. Не воздавай злом за зло. Люби людей. Станешь известным. Но слава принадлежать будет Богу. И если мы не остроены на эту волну, нося это доброе имя, умножать Божию славу на этой земле, мы на правильном пути. Прочитаю еще одно место. Послание Римляна. Послание Римлянам, мне кажется, вторая глава. Вторая глава, шестой, седьмой текст. Который, то есть Бог, воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Если я хочу быть известным, есть путь, распространяя благоухание и познание Господя в этом мире и среди людей, станешь известным. Я не говорю великим, но люди заговорят о тебе, что вот человек, который работает с нами, он святой. Вот в чем известность, братья и сестры. Не то, что фамилия, мое имя будет звучать в радио или в телевидении или в газетах. Нет. Известность в том, чтобы открыть Бога собой, чтобы дать людям понять, что с ними соль, что с ними свет рядом, что с ними рядом письмо Христово. Вот в чем известность. Так хотелось бы, чтобы мы доказывали это своей жизнью. И тогда, когда сейчас мы будем молиться, а чтобы мы реально заглянули в свою жизнь, в свое сердце. Какое я ношу сегодня имя? Дорожу ли я своей репутацией? И если ты богобоязненный человек, святой человек, то у Бога есть обетование, что даже от пререкания языков Господь сохранит тебя. А если ты у Бога на счету, если ты Его дитя, если ты носишь имя христианин и доказываешь это своей жизнью, только бы не пострадал кто из вас как вор или как убийца, или как посягающий на чужое, но если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Аминь.